добрый день дорогие уважаемые коллеги рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре из города в города поговорим и сегодня о юго-восточной азии так давайте проверим звук видео все ли меня видят слышат как всегда приятно если у нас действительно все видят и все слышат отлично спасибо вам большое и так как я уже сказала сегодня мы с вами будем разговаривать про города что же такое города так представлюсь да меня зовут соколова юлия я являюсь руководителем направления юго-восточной азии в компании по групп и я как раз таки занимаюсь всеми городами курортами всех стран юго-восточной азии пожалуйста обращайтесь всегда по любым вопросам будем рады вам ответить здесь вы видите сейчас расписание нашей серии вебинаров из город из города в города следующий у нас с вами будет это 18 мая будет германия и швейцария ну и далее по расписанию который я думаю у вас у всех есть если у кого-то нет то можно ознакомиться с ним у нас на сайте компания по групп представляет достаточно большой список экскурсионных маршрутов экскурсионных туров по стран по разным странам мира и из стран юго-восточной азии мы рады вам представить достаточно большой выбор экскурсионных направлений это такие города как вернее это такие страны как вьетнам камбоджа индия индонезия китай непал шри-ланка филиппины какие-то туры у нас присутствуют групповом формате какие-то и в индивидуальном и какие-то есть под запрос что-то необычное что-то такое скажем экстраординарное все это как вы сами знаете возможно придумать продумать сложить и скомпоновать и я хотела бы начать свой вебинар секундочку мне немножко подвесли слайды секундочку импульсия И, конечно же, все это привлекает, и хочется увидеть своими глазами, прикоснуться к истории ниндзя, прикоснуться к истории каких-то видов единоборств, к истории японских самураев, императоров. Все это очень интересно, и Япония – та страна, которая сочетает в себе и современности, и древности. То есть, попадая в рамках одного тура, вы можете посмотреть и то, какой была Япония до наших с вами дней, и то, какой Япония стала сейчас – высокотехнологичной, высокоразвитой, и, можно даже сказать, в каком-то смысле космической. Сейчас на слайде вы можете видеть эта известная гора Фудзияма. Она является одним из самых таких, скажем, известных достопримечательностей Японии. Эту гору многие едут специально на экскурсию для того, чтобы на нее посмотреть. Но есть такая особенность у этой горы, что в пасмурную погоду, к сожалению, как ни старайся, с какой точки к ней не подходи, с какого ракурса на нее не смотри, и облака будут гору закрывать. И поэтому гарантировать того, что мы увидим с вами или наши туристы Фудзияму в полной красе, конечно же, никто не может. Это зависит только от погоды, от природы. Но в большинстве случаев мы стараемся либо, например, поменять местами экскурсию, если у нас с вами индивидуальный маршрут, либо заменить ее чем-то, если это совсем плохая погода. В общем, есть такая вот особенность у этой горы, и никогда не нужно обещать то, что вы поедете в Японию, и вы увидите Фудзияму во всей красе. Значит, представлю вам несколько программ, которые наиболее популярны, которые максимально востребованы на нашем русском рынке. Это программа «Токио. Вчера и сегодня». Исходя из названия, мы с вами понимаем, что в данной программе будет содержаться рассказ об одном городе Токио. Проживание проходит именно только в Токио «Семь ночей». Программа легкая, не загруженная. Так, сейчас, секундочку. Я тогда сделаю сейчас на минутку перерыв, попробую связаться с техническим отделом. Одну минуту. Программа легкая. Продолжение следует... 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 Отлично. Я еще раз приношу свои извинения, но, к сожалению, не все подвластно технически нам. Иногда это все интернет-проказник. Так, ну давайте я тогда снова по программам начну. Значит, сейчас на слайде вы видите программы, которые наиболее востребованы на российском рынке. Вы, пожалуйста, пишите в комментариях, если вдруг опять будет пропадать звук. Я, возможно, тогда попробую отключить видео, чтобы меня не было видно. Может быть, будет лучше работать, если что. И первая программа «Токио. Вчера и сегодня», как я уже сказала, это программа... Так, нет картинки. Так, Наталья, если у вас нет картинки программы, у вас какая картинка сейчас? Так. Должна быть сейчас слайд, должен быть программы в Японии. Так вот, программа «Токио. Вчера и сегодня», она, исходя из своего названия, предполагает, конечно же, рассказ о том, какой Токио был до наших с вами времен и какой Токио сейчас, что он из себя представляет, как сильно изменился и что, какие изменения произошли, что сохранили для того, чтобы показать нам с вами старую Японию, старый Токио. Программа достаточно свободная, она включает в себя семь ночей проживания и две экскурсии. Во всех наших групповых программах, они являются все групповыми сборными, вы можете найти информацию о дополнительных экскурсиях, которые являются опциональными, и ваши клиенты могут приобрести их заранее в Москве, соответственно, просто добавив программу. Данные программы осуществляются по воскресеньям и являются, по сути, круглогодичными. Более распространенная, более такая, скажем, развернутая программа, включающая в себя два основных города Японии – это программа «Япония с востока на запад» и «Японская классика», которые включают в себя посещение Токио и Киото. Токио – это самый главный город Японии, а Киото – это такая, скажем, историческая, главная историческая часть Японии. Когда мы с вами во время экскурсионной программы посещаем Токио, то мы смотрим и современные районы, такие как Адайба – это искусственно насыпанный остров, который является торгово-развлекательным районом. Также мы посещаем исторический район Асакуса, где наши клиенты, наши туристы могут ознакомиться со старыми постройками, со старыми домами, с красивыми древними парками. И также есть еще один современный район, который входит во все обязательные экскурсионные обзорные программы по Токио – это район Сибуя. Это современный молодежный район, он очень оживленный район, такой, скажем, постоянно с кипящей, бурлящей жизнью. Вот как раз на слайде можно его видеть, это район Сибуя и самый оживленный перекресток в Токио. Он также является достопримечательностью Токио, где все туристы хотят обязательно его посетить, сфотографироваться. Здесь всегда многолюдно и утром, и днем, и вечером. Вот такой вот район. Еще один древний город, который мы посещаем – это город Камакура. Он входит у нас, как правило, в стандартную программу. Это город более древний, он построен, сформирован очень-очень давно. Он является, по сути, первой столицей Японии и находится он на морском побережье. Здесь уже идет полная противоположность Токио, здесь уже более спокойная, размеренная жизнь. И он является также на данный момент очень интересным с исторической точки зрения, потому что на территории города есть огромнейшее количество храмов и различных парков. Сейчас на слайде вы видите город Киото. Это как раз-таки, как я уже сказала, историческое сердце Японии. В Киото мы осуществляем из Токио переезд на скоростных поездах Синкансенах. Здесь, в зависимости от программы, где-то будет входить у нас проездной GR Pass, который, если программа на 7 ночей, то и GR Pass на 7 ночей. GR Pass позволяет нашим с вами клиентам совершать любые путешествия в неограниченном количестве по территории Японии. Также в некоторых программах входят только билеты, непосредственно определенные билеты, например, на маршрут Токио-Киото-Токио. Здесь, пожалуйста, все это проверяйте. И есть такая особенность GR Pass. Это такой проездной, который действует только для туристов. Он предназначен к продаже только туристам, и можно его купить только заранее в России. И эти проездные можно приобрести у нас в компании Pack Group как с индивидуальной программы, как в групповой программе докупить, если этот проездной не входит в программу. И так, соответственно, можно его приобрести просто как самостоятельную услугу, как самостоятельный такой, скажем, продукт. И так переехали мы с вами из Токио в Киото на Синкансене. И что же мы с вами видим? Киото – это, можно сказать, центр японской цивилизации. Он является историческим центром на протяжении многих лет. Здесь собраны многие достопримечательности Японии, входящие в список ЮНЕСКО. Во время экскурсионной программы мы посещаем достаточно большое количество разных храмов, а их в Киото по подсчетам порядка 1600. И также очень много красивых парков, национальных парков, парков при дворцовых комплексах, которые очень приятно посещать, прогуливаться. И, конечно же, во время таких весеннего и осеннего, так скажем, основных сезонов – это весной цветение сакуры и осенью – это красные клёны. Парки преображаются и становятся максимально привлекательными для наших туристов. Поэтому, как вы знаете, сезон сакуры и сезон цветения клёнов осенью – это самые популярные направления в Японии, вернее, самое популярное время посещения Японии. И, конечно же, групповые туры, если вы хотите попасть, то их необходимо бронировать заранее. У нас есть программы с авиаперелётом на блочных местах авиакомпании JAL. Пожалуйста, можно их приобретать, предлагать вашим клиентам. И, конечно же, Япония является страной такого, скажем, удивительного, интересного объекта, как ансены. Ансены – это общественные или индивидуальные бани под открытым небом. Издревле, так скажем, исторически во всех домах были эти бани, естественно, у богатых японцев. И также для менее богатого населения были построены городские бани. Это имело очень большое значение для японцев. Они могли там собраться, обсудить все нужные дела. И также было такое, скажем, среди, когда решался очень какой-то важный вопрос по бизнесу, либо государственное какое-то дело, так скажем, районное, региональное, то встречались чиновники, бизнесмены, в основном бизнесмены встречались именно в ансенах. Потому что ансен всегда необходимо посещать без одежды, без купальников, без плавсредств. И, соответственно, всегда у встречающихся была уверенность в том, что его не убьют в процессе переговоров. Все были, как говорится, как на ладони, честны перед друг другом. И поэтому это считалось очень такое чистое, безопасное место. И так как еще есть такая особенность, пожалуйста, с туристами ее проговаривайте. Ансены и по сей день нельзя посещать людям, у которых есть татуировки. Вернее, как бы можно посещать, но эта татуировка обязательно должна быть закрыта. Соответственно, это не элемент одежды, это должен быть, ну, скажем, пластырь, например, да, в цвет кожи. И туристы, даже туристы его не пустят в общественный ансен, если хотя бы немного татуировки видно. Поэтому маленькую, да, конечно, можно заклеить, если уж, конечно, картина, так скажем, во всю спину, то клиенту вряд ли удастся посетить такой ансен. Ансены действительно расположены всегда в уникальных красивых местах. Как правило, это или лесопарковая зона, или парковая зона, либо это на территории дома, как садик, как небольшой парк. Всегда окружена зеленью. Очень много отелей с частными ансенами находятся именно в Киото, в парковых зонах. Есть недорогие отели. Эти отели, причем, знаете, они больше похожи именно на национальные японские дома, где принято спать не на кровати, то есть в номере очень часто можно найти отсутствие, вернее, кровати, да, и клиентам предлагается спать на футонах, так как это было всегда в Японии. То есть это нужно обращать внимание при бронировании вот таких домов или гостиниц с ансенами о том, что очень часто номера именно идут в традиционном стиле без кроватей. Это тоже очень важно, потому что в Японии можно с этим столкнуться. Секундочку. И, конечно же, не оставит Японии без внимания детишек. Очень много туристов в семье сейчас путешествует с детьми. И в Японии достаточно большое количество разных объектов, разных достопримечательностей, которые помогут также отлично провести время нашим с вами детишкам. Это и Диснейленд, который находится в Токио, и парк Юниверсал, который находится в Осаке. Еще в Японии есть очень интересный город. Он находится недалеко от Осаки, и часто он также включен в объекты экскурсионных программ. Это город Нара. Город Нара знаменит тем, как принято считать на российском рынке, это город оленей. Действительно, в парках очень много оленей, которые совершенно спокойно, без вольеров гуляют. И туристы могут с ними пообщаться, их покормить. И это действительно очень интересно детям в первую очередь. Хотя взрослые тоже остаются очень неравнодушны после посещения Нары. И олень к оленю в Наре относится как к священному животному, потому что было такое поверье, что когда бог мечей и бог войны приехал в Нару для того, чтобы оказать защиту и помощь, так скажем, правителям, он приехал верхом именно на олене. И с тех пор, исходя из этой легенды, олень считается именно вот таким неприкосновенным священным животным. И именно в Наре позволено оленям гулять, где они хотят и как хотят. Тоже вот такой вот интересный город-парк. Следующая страна, о которой мы поговорим в качестве экскурсионного направления, это Китай. Я думаю, что многие из вас уже продавали Китай, многие посещали. И это действительно тоже очень интересная страна с огромным количеством достопримечательностей, с очень большим количеством возможностей. В Китае, по сути, возможно, все. Мы предлагаем несколько классических программ и программ природного характера. Я вам про них расскажу чуть позже. Сейчас вы на слайде можете видеть, это, конечно же, стандартные программы классического Китая. Есть короткие программы. Прошу обратить внимание на нижний ряд. Это Мини Шанхай, Пекин Экспресс, Родина Пан Чинду и Гора Аватар. Эти программы рассчитаны буквально на 2-3-4 ночи. Чем они удобны? В программе вы можете всегда взять и скомпоновать себе две программы. К примеру, хочет ваш клиент посетить Пекин и Шанхай. Берем две программы, вот у вас уже готов, так скажем, конструктор сложили, все готово. Есть также программы классического Китая, которые захватывают посещение не только основных городов Пекина, Шанхая, но и также посещение древних городов. Это Сиань, Лаянь, Суджоу, Ханчжоу и другие. Помимо основных достопримечательностей, это, конечно же, Китайская стена, загородная поездка из Пекина. Мы предлагаем нашим клиентам в процессе посещения Пекина посмотреть летний дворец резиденции императоров, храм неба, запретный город Гугун, который расположен в самом центре, в самом сердце Пекина. Также площадь Тяньань-Мэнь, которая очень важна для китайцев, для китайского народа. Все это входит в стандартную групповую экскурсионную программу по Пекину. Далее, после Пекина можно посетить такие древние города, как Сиань и Лаянь. Более такой, скажем, интересный с экскурсионным объектом, таким необычным, это город Сиань и его терракотовое войско. Как вы все знаете, в процессе раскопок в Сиане, исторические раскопки проводились, было обнаружено масштабное, такое, скажем, это даже не захоронение, а как масштабный памятник воинам императорским. И по рассказам ученых, все лица всех воинов, они отличаются друг от друга, ни одно не похоже на соседа. И этим и знаменит, этим и интересен данный объект исторический, и действительно он стоит того, чтобы его посетить. В классическую программу экскурсионную по Китаю Сиань, как правило, всегда входит. Перемещаемся мы между городами в зависимости от программ, где-то на поезде скоростном, где-то переезд на автомобили, если это более короткие расстояния, также возможен перелет на авиаперелет. Все это в программах прописано, пожалуйста, знакомьтесь более подробно. И, конечно же, Китай не может быть у нас без гастрономии, без кулинарных изысков. Основное блюдо, как вы все знаете, это, конечно же, утка по-пекински, которая по древним рецептам готовится в определенном формате, в определенных ресторанах. Есть рестораны, которые специализируются непосредственно на утке по-пекински, есть рестораны недорогие, есть более дорогие. Мы также готовы забронировать столик в понравившемся ресторане для вашего клиента. Мы можем предоставить заранее меню для того, чтобы его обговорить, выбрать. Либо это будет сет-меню, либо выбор блюд непосредственно уже по обычному меню, представленному в ресторане. И, конечно же, много различных дополнительных экскурсий предлагается во всех странах, в том числе и в Китае. Это можно организовать мастер-класс по приготовлению какого-то блюда. Можно организовать мастер-класс, скажем, в Японии по одеванию кимоно. Дополнительных опций, самых разных, очень интересных, на самого взыскательного клиента очень много, огромное множество. Поэтому, составляя тот или иной маршрут или добавляя что-то в уже готовый групповой тур, пожалуйста, общайтесь с нашими менеджерами, они вам подскажут, чем можно добавить. Так, ну вот Наталья пишет, что, к сожалению, у нее постоянно прерывается звук. Я надеюсь, что не у всех он такой, потому что у меня никаких признаков плохой работы нет. Сейчас, одну секундочку. Следующая страна... А, нет, извините, не следующая страна сделать. Я хотела еще акцент на том, что Китай – это не только города. Китай – это также безграничные огромные возможности именно в экскурсиях, связанных с природными, так скажем, городами, с природными парками. И одно из таких чудес света – это горы Чанзанзе. Мы с вами совершаем до этого города авиаперелет из Пекина, либо из Шанхая. Есть у нас программа на сайте, рассчитанная на 3 и на 4 ночи, которая непосредственно посвящена этому району, этому месту, этим паркам, где вы с русскоговорящим гидом посетите все интересные места, поднимитесь на высокие горы, посмотрите на долину Чанзанзе с высоты птичьего полета и испытайте все самые острые ощущения, пройдя по фактически мостикам, которые прикреплены к отвесным скалам. Еще очень красивые поселки, которых очень много, огромное количество таких старых поселков, как один из них – поселок Фэньхуань, его еще называют поселок Феникс. Это действительно очень такие эмоциональные, колоритные места, которые обязательно стоит посетить, потому что Китай – это не только дворец Гугун и китайская стена. Как раз-таки Китай нужно смотреть именно вот такой старый, красивый, захватывающий, завораживающий. И, как я уже сказала, одним из поселков таких является поселок на реке Фэньхуань. Также есть такие поселки в пригороде Шанхая, как Суджоу и Ханчжоу, которые тоже сохранили в себе вот эти исторические частички старого Китая. Еще очень красивым местом являются такие города, как Гуйлин и Яньшо. У нас представлены программы с круизом посещения городов Гуйлини и Яньшо. И также есть программы, где присутствует только Гуйлин. Как вы можете убедиться, это действительно красиво. Это другой Китай. Это непривычные нам небоскребы. Это именно вот такой спокойный, красивый, размеренный. С Китаем мы закончили. Переходим мы к Малайзии. Малайзия также достаточно интересная страна. У нее нет такой богатой истории и культуры, как у Китая, у Японии. Но, тем не менее, страна хороша для того, чтобы совместить пляжный отдых на острове Ланкави либо на острове Реданг, Борнео с экскурсионной программой. Я хочу сказать, что Малайзия больше, знаете, такая все-таки экскурсия природного характера. Большое количество заповедников, джунглевых зон, где сохранились и пытаются сохранять огромное количество редких животных. У нас на сайте представлено несколько программ. И сейчас в разработке мы ждем цен от наших партнеров, от отелей. К сожалению, в связи с вирусом многие из них не работают и не готовы предоставить заранее цены. Но, тем не менее, мы ждем. Будет очень много интересных программ. Следите, пожалуйста, у нас на сайте в разделе «Туры по Малайзии». И я сегодня расскажу немного об экскурсионной Малайзии. Это, конечно же, знаменитый Куала-Лумпур. Вернусь немножечко. Башни Близнецы Петронас, которые расположены в самом центре города. Рядом с башнями огромнейшее количество отелей. Есть отели и три звезды, и четыре, и пять. И хочу обратить ваше внимание еще на то, что мне очень нравится в Малайзии. Цены на отели класса люкс, они достаточно приемлемы. И тот же самый Four Seasons, либо Риц Карлтон, он будет стоить в разы дешевле, чем в любой другой стране мира. Поэтому, отправляясь в путешествие в Малайзию, останавливаясь в Куала-Лумпуре, можно позволить себе на две, на три ночи взять достаточно хорошую гостиницу. Итак, что же мы с вами видим, когда прилетаем в Куала-Лумпур? Первое, что входит в нашу обзорную экскурсию, это посещение города Путраджа, его еще называют город будущего. И одна из его таких, скажем, ярких достопримечательностей, это большая розовая мечеть. Она построена полностью из розового камня, и действительно очень красиво, очень резные окна, очень красиво украшена она вся. Также в городе Путраджае мы видим, сможем еще увидеть самую большую в мире железную мечеть металлическую, и много других достопримечательностей. Следующий город, который не похож на Малайзию, и скорее даже не будет ассоциироваться у туристов с Малайзией, когда они в него попадут, это город Малака. Его еще называют Милаком. В чем его особенность? Особенностью этого города является португальский стиль, европейский колониальный стиль. Как вы можете видеть сейчас на слайде, действительно город напоминает Португалию. Все это осталось с бывших, так скажем, колониальных времен, когда Малайзия была колонией Португалии. И это действительно, знаете, какой-то такой необычный, интересный, запоминающийся факт, достопримечательность страны. Которая действительно запомнится, потому что среди такой зеленой тропической Малайзии, азиатской, можно увидеть вот такой кусочек Европы. Еще один очень интересный объект, который мы включаем в экскурсионную программу, это мховый лес. Лес действительно очень интересный, мистический. Он расположен на горе Камерун. В нашу экскурсионную программу входит посещение на горе, где можно увидеть чайные плантации. Также там есть клубничная ферма, клубничные плантации, можно будет ее пособирать, попробовать. И также посещение вот этого загадочного мхового леса. Вы можете, кому будет это интересно, посмотрите в интернете. Описание. Это действительно такое необычное место, где благодаря тому, что высокая влажность и все деревья вокруг покрыты именно зеленым мхом. Он такой, знаете, ощущение возникает сказки, что вот здесь где-то сейчас появится избушка Баба Яги или выскочит там леший какой-то. Такой вот маленький кусочек сказки в Малайзии. В наши экскурсионные программы также посещение входит Центр по восстановлению орангутанов. Это Букит Мира. Очень интересно посетить данное место и с детьми. Там сотрудники этого заповедника расскажут, как они поддерживают орангутанов, как они им помогают, расскажут все о жизни этих удивительных обезьян и познакомят вас непосредственно с самими обезьянками. Также наша компания предлагает вам ознакомиться с великолепным миром Борнео. Борнео такая загадочная, так скажем, местность. В основном это трекинги, это посещение джунглей, это что-то природного такого, скажем, полностью содержания, это знакомство с разными видами животных, флоры и фауны. Вот как раз вы можете видеть, одна из таких необычных обезьянок, это пробоскисы, они живут только на Борнео, их еще называют обезьяны-носач. И во время экскурсии круиза по реке можно будет наблюдать этих чудесных обезьянок, которые обитают на острове Борнео. Также остров Борнео славится тем, что рядом с ним расположен остров Селенган, это остров черепах. Во время экскурсии ваши клиенты, ваши туристы ознакомятся с тем, почему же приплывают черепахи, большие зеленые черепахи морские из года в год на этот остров, как они откладывают яйца, как вырастает их потомство, как потом помогают им люди отправиться в море обратно. Все это очень интересно и познавательно для детей, для их родителей. Также очень-очень много разных животных и птиц и носорог. Во время посещения Борнео и экскурсионной программы мы предлагаем проживание вот такого плана лоджи, то есть гостиниц нам привычных с вами здесь не будет, а будут именно такие вот Nature Lodge, которые расположены именно в заповедных джунглевых зонах. Это максимально позволяет окунуться в интересный природный мир Борнео. Следующая страна, которая также заслуживает большого внимания, это Шри-Ланка. Мы предлагаем достаточно большой список экскурсионных программ, все они короткие. Сейчас здесь на слайде вы можете видеть две программы, не стала я их прописывать все, но на сайте нашей компании можно ознакомиться. Вся экскурсионная программа Шри-Ланки сосредоточена в сердце острова. Это посещение таких, скажем, интереснейших мест, как Пенавелла, Слоновий заповедник. Это Канди, посещение озера, посещение храма Зуба Будды. Также это Сигирия, где можно подняться на гору. Я вот вернусь сейчас на слайде. Вот как раз-таки гора Сигирия, можно посмотреть культуру и природу Шри-Ланки. Вот картиночка есть. Во время экскурсии туристы совершают подъем на эту гору и встречают предзакатное солнце. Очень красиво. Так, по поводу городов, которые также мы посещаем в процессе экскурсионных программ, это Нувара Эли, конечно же, где можно ознакомиться с тем, как выращивают чай, какие виды чая бывают. Обязательно вы попадете на чайные плантации, где вам дадут попробовать, предложат попробовать сорвать чайные листочки, покажут, каким образом это делать, какие листочки срывать, расскажут, чем отличается чай друг от друга. Конечно же, будет возможность его попробовать и купить. И многие программы у нас экскурсионные заканчиваются именно в парке Яла, где клиенты, также туристы могут ознакомиться с природным миром Шри-Ланки. Парк действительно является заповедником, здесь нет вольеров, можно сказать, что это сафари, то есть во время экскурсии мы именно позиционируем ее как сафари по парку на джипах. И после уже экскурсионных программ наши с вами туристы отправляются на долгожданный отдых на море, на пляжные курорты, все зависит от того, что уже мы с вами выберем, расстояние от парка Ялы, от полутора, от полутора часов дороги и больше, в зависимости от того, где мы будем располагаться. Не менее интересная страна, которая предлагает экскурсионные маршруты и особенно богата историческими достопримечательностями, интереснейшими городами, это Индия. Индия на самом деле такая неоднозначная страна, кого-то она просто привлекает и завораживает на всю жизнь, кто-то влюбляется в Индию с первого раза, кому-то необходимо два-три посещения, чтобы полюбить эту страну, кому-то, к сожалению, Индия как страна не понравится. Но тем не менее, она заслуживает достаточно большого внимания, так как обладает несметными богатствами и входящих в список ЮНЕСКО, и природными различными парками, и, конечно же, дворцами. Как раз сейчас мы видим с вами на слайде знаменитый дворец Тадж-Махау, который расположен в Агре. Помимо, сделаю небольшое отступление, помимо стандартных экскурсионных программ, к которым мы с вами привыкли, Индия предлагает еще экскурсионные маршруты на поездах класса люкс. Один из таких поездов это поезд Махараджи-экспресс. Размещение идет в каютах нескольких категорий, нескольких классов, со всеми удобствами. Конечно, это нестандартные номера, к которым мы с вами привыкли. Конечно, будет небольшая площадь так называемого нашего с вами номера на колесах, но, тем не менее, кто хочет попробовать что-то новое и необычное, то можно предложить путешествие вот на таком поезде. и мы компания ПАК ГРУП путешествуем, вернее, позиционируем такое путешествие, как Индия в белых перчатках. Это действительно обслуживание класс люкс, это не дешевое удовольствие, которое доступно всем. Путешествует на таких поездах, как правило, европейцы, на русском рынке это еще не очень сильно, так скажем, распространено, но, тем не менее, наши клиенты, которые уже побывали везде и многое попробовали, испытывают интерес к такому продукту, поэтому прошу обратить ваше внимание именно на поезда в Индии. По Индии представлено огромнейшее количество экскурсионных программ, разных маршрутов, самая простая программа это золотой треугольник, который включает в себя посещение Дели, Джайпура, Суродха и, конечно же, Агрес и ее Тадж-Махала. Программы разные, есть программы на 6 ночей, на 9, на 10, есть программы комбинированные с Непалом, есть программы с огромным количеством городов, есть более лайтовые, где, как говорится, мы с вами не бежим голубом по Европам, а совершенно спокойно, с толком, с чувством с расстановкой, смотрим разные интересные города и их достопримечательности. Сейчас на слайде вы можете видеть одну из таких интереснейших достопримечательностей Дели это минорет Кутап-Минар. Он является самым высоким миноретом, построенным из камня во всем мире. Дели как таковой является вторым по величине городом в Индии после Мумбаи. и такая интересная особенность, что Дели состоит из двух частей это Дели и Нью-Дели. Официальной столицей Индии является Нью-Дели, но он является не отдельным городом, а районом старого Дели. Если мы будем сравнивать два этих района, то Нью-Дели название говорящая сам за себя это новые Дели, это современный район, где расположены все правительственные здания, где расположены бизнес-центры, но также помимо современного современной архитектуры там также расположено большое количество достопримечательностей. Дели это старый город, это более скромные постройки, это более так скажем бедное население проживает в этой части, поэтому в процессе экскурсионной программы ваши клиенты, туристы смогут ознакомиться и с одной и с другой частью Дели. Следующий город, как я уже сказала, не менее который заслуживает внимания, это город Агра, в котором находится знаменитый Тадж-Махау. Я думаю, что, наверное, каждый из нас смотрел такую сказку, как Алладин, и, конечно же, все с детских лет знают, что в Индии есть красивые белые дворцы, и одним из них как раз таки является Тадж-Махау. Следующий город, который также входит в программы экскурсионного обслуживания, это город Джайпур. Джайпур популярен среди туристов тем, что его еще называют розовым городом. Называют его так, потому что в основном все дворцы, все постройки старые, они сделаны из необычного розового цвета камня, и поэтому отсюда такое название. В Джайпуре в нашу экскурсионную программу входит такой очень интересный дворцовый комплекс, как Форт Амбер. Следующий город, который, возможно, менее популярен у туристов, но не менее интересен, это город Джадж-Фор. Он популярен среди туристов своими дворцовыми великолепными комплексами, разными крепостями, храмами. Город часто называют городом солнца, за то, что фактически всегда у них стоит ясная погода на протяжении всего года. И также его называют голубым городом за окраску, за специфическую соответствующую окраску домов местных брахманов. Брахманы это члены высшие так скажем касты индуистского общества. Вот такой великолепный голубой город. Также в экскурсионных маршрутах мы предлагаем посещение очень красивого города Удайпур, называется он. Город расположен среди большого количества искусственных озер. Можно даже сказать, что это город на воде. Во время экскурсионных программ мы предлагаем круиз по озеру, где можно посмотреть вечером очень красиво с воды вот эти все дворцы, которые подсвечиваются разными огнями. Это действительно очень романтический красивый город. В этом городе очень часто делают предложения руки и сердца, потому что он очень романтичный. И также в Удайпуре огромнейшее количество богатых именно королевских дворцов, которые были построены именно как резиденции загородные для того, чтобы спокойно проводить время вдали от города. И, конечно же, Индия у нас комбинируется с такими интересными городами, как Катманду. Это столица Непала. Посещение Непала, как правило, две-три ночи в экскурсионном маршруте по Индии. Оно не очень утомительное, но позволяет опнуться совершенно в другую атмосферу. И очень много в процессе экскурсий мы осматриваем достопримечательностей. Более подробно вы также можете ознакомиться в программах тура. И еще один город Индии. Я бы его, наверное, назвала специфическим, загадочным, неординарным. Это город Варанаси. Сюда для того, чтобы туристам ехать, наверное, нужно морально подготовиться. Город действительно необычный, своеобразный и привлекает он не всех туристов, скажу честно. Кто-то может себя жутковато почувствовать в этом городе и кому-то это может не понравиться, поэтому предварительно, если у вас кто-то просит в Варанаси, уточните, ознакомились ли туристы, что же это за город. В чем же его особенность? Особенность Варанаси в том, что здесь соблюдаются древние обычаи, традиции сжигания умерших на берегу реки и все вот это происходит на площадях под музыку, под пение и все это потом сбрасывается в воду. Действительно и атмосфера, и запах, и краски города, они достаточно такие тяжелые, и поэтому нужно понимать, выбирая Варанаси, куда мы едем. Хотя очень многие туристы, у нас очень часто бывают запросы, когда целенаправленно хотят именно приехать в этот город, у кого есть интерес именно исторический, а как же это все проходит, а как же это все было, как это выглядит. Поэтому вот такая вот, скажем, изюминка с перчинкой. И мой вебинар фактически подходит к концу. Я скоро буду передавать слово представителю офиса по туризму и скажу несколько слов также об экскурсионных маршрутах в Южной Корее. Южная Корея страна достаточно небольшая, но тем не менее очень много интересных городов, очень много мастер-классов, которые предлагаем мы в нашей компании для ваших туристов. На данный момент также в связи с тем, что страна находится на карантине, не все объекты размещения готовы предоставить цену на 2001 год, мы предлагаем на данный момент не все туры, которые есть в возможностях у этой страны. Несколько программ, которые вы сейчас видите, это удивительный Сеул, программа, которая рассчитана на 6 ночей и полностью показывает всю красоту Сеула, как современного, так и исторического. Сюда входит посещение и дворцовых комплексов, посещение парков, посещение современных бизнес-районов и, конечно же, программы, которые связаны с фестивалями, так скажем, с карнавалами, с праздниками. Это фестиваль масок и краски осени. В Корее также выражены очень ярко два сезона. Это весенний сезон на цветение сакуры. Южная Корея также может предложить вашему вниманию очень красивые парки, где можно наблюдать процесс цветения сакуры весной. И, конечно же, красные клены осенью. Не менее красивые большие парки, чем в Японии. Если принято считать, что сакуры и клены это Япония обязательно, нет. В Южной Корее это все более доступно, это не так дорого, как в Японии, и не менее шикарно, не менее зрелищно. в данном случае мы предлагаем две программы. Это 27 сентября и 26 октября, которые позволят ознакомиться именно с таким явлением, как цветение красных кленов. И также у нас появляется все больше и больше программ на 2021 год. Одна из этих программ, которая начинается в новогодние каникулы 3 января, это улыбка Пикче, которая познакомит вас именно с исторической Южной Кореей, с их дворцовыми комплексами. На этом все. Я свою часть заканчиваю и передаю слово Захару Конкину. Захар, подключайся, мы тебя очень ждем. Он нам расскажет о Южной Корее, расскажет о достопримечательности города. Привет, привет. Рад тебя видеть. Привет. Привет. Взаимно. Коллеги, добрый день, вернее, доброго времени суток, все зависит от того, кто откуда смотрит. Я думаю, вы уже по хорошему вебинару меня знаете. Меня зовут Конкин Захар, я представитель национальной организации туризма Кореи. Давайте проверим, хорошее ли подключение, хорошо ли меня слышно. Если хорошо, поставим плюсики и начнем, скажем так, нашу презентацию по всей, скажем так, Южной Корее. Потому что, если в прошлый раз я был зажат условиями велноса, то в этот раз я могу развернуться и рассказать о всем, чем прекрасна Корея. Давайте начнем. Времени, к сожалению, немного, поэтому я вкратце пробегу все о Корее, о транспорте, как путешествовать и где остановиться, что поесть, познакомлю вас с кухней, расскажу, где шопиться, что посмотреть по части городов. Ну и велноса, медицинский туризм я пора пущу, потому что в прошлый раз мы уже об этой теме разговаривали. О Корее в моей организации создана для помощи иностранным туристам и туроператорам, медицинским агентствам, туристическим агентствам, чтобы продавать, скажем так, туры в Южную Корею и всячески знакомить в данном случае жителей городов России, Белоруссии, Украины и стран Балтии с достоинствами может быть иногда недостатками Южной Кореи. Это основные вехи в развитии сотрудничества между Россией и Южной Кореей. Я расскажу только об одной. Это 2014 год, это вступление в силу без визового режима, скажем так, и по Южной Корее, режим между Россией и Южной Кореей. Теперь, и надеюсь, это останется даже после пандемии, останется 60-дневный режим, потом день-два на выезд обратно и плюс еще 30 дней, и так каждые полгода. Суммарно можно провести до 180 дней с редкими выездами из страны на территории Южной Кореи. Главное, чтобы у вас был действующий паспорт на момент возвращения необязательно полгода до поездки, все самое главное, чтобы он действовал на момент возвращения. Это билет туда-обратно и еще бронь в гостинице. Достаточно просто брони даже с тем, что вы, например, вы летите, вы заполняете декларацию, что вы не везете с собой, скажем так, огнестрела, коммунистической литературе Северной Кореи и много-много такого, и вы спокойно проезжаете. Если вы вдруг видели новость о том, что наших депортируют из Южной Кореи по каким-то причинам, это все не особо правда. Как правило, это больше именно связано с тем, что отправляются на заработки. И, как правило, это просто билет в одну сторону. То есть никаких проблем, если у вас есть вот эти три компонента, которые я назвал, у вас не возникнут на протяжении всего, скажем так, всей поездки по Южной Корее. Теперь далее. Как уже выразилась Юлия, страна у нас совсем небольшая, если обратите внимание вот на эту карту, в Корее всего 98 тысяч квадратных километров, что по большому счету это две московских области. Как сказал Юлия, опять же, у нас не совсем два, я про выражу, как во время года, у нас четыре, их просто два, это самые прибыльные именно в плане туризма, потому что сакура, потому что цветение кленов, еще у нас есть зима, где у нас катаются на горных лыжах, и на Чепенчане мы бы не проводили зимние олимпийские игры. И лето. Лето, это пляжная Мека, это острова Чеджу, это город Усан, второе преувеличение город, и провинция Конванго, где, на удивление, проводились зимние олимпийские игры, там же у нас пляжный сезон открывается, то есть фактически как Сочи, как с Адбиром. Теперь далее. Корея, страна, как я уже сказал, небольшая, но достаточно плотная, но этой плотности не ощущается. Нет такой давки, которую мы видим, например, в роликах, на ютубе по Японии или по, например, Китаю, где буквально запихивают в поезда. Такой давки не ощущается, несмотря на то, что страна не большая. Главные города это Сеул. Временные визы до какого времени продлиться? Пока неизвестно, но я думаю, на самом деле, все визы введены до, скажем так, положительной ситуации, связанной именно с коронавирусом внутри нашей страны, потому что у нас 2020-2021 год, год, скажем так, взаимного туризма, взаимного сотрудничества и 30-летие то есть я не думаю, что их ведут на полном серьезе. До конца потом, максимум, что могут ввести, это то, что перед поездкой вам придется заполнить небольшой документ, куда вы едете, где бронируете, когда собираетесь обратно и отправить это через туроператора либо сразу в посольство, либо за... то есть все это будет сделано. Это не будет так вот, что как виза, например, в Японии или в Лондоне. То есть таких проблем, я думаю, не возникнет. По крайней мере, нам об этом не сообщают и мы надеемся, что этого не будет. Если, естественно, что-то изменится, ну, мы, естественно, будем об этом сообщать. Так, можем, наверное, теперь продолжить. Коллеги, если у вас будут потом вопросы, давайте, наверное, вы их запишите и в конце мне можете просто их потом отправить. У меня в конце будет ролик небольшой о корейском туризме. Вы можете в этот момент забить мне, скажем так, чат-чат строку и я постараюсь вкратце поотвечать на многие ваши вопросы. Иначе я буду просто перепрыгивать, скажем так, с места на место. Как я уже сказал, Корея – это страна всесезонная, 4 ярко выраженные премии не поза, 4 сезона. Весна – это цветение сакуры. К сожалению, у нас в этом году она не выпала из-за всех известных причин. Это когда все окрашивается в розовый, люди отправляются на долгие, ну, и не только долгие, короткие прогулки, отправляются в экскурсии в Дании, например, города, такие как Кионжу, Пусан, отправляются в Мокпо и много-много. Поэтому, скажем так, это именно время для прогулок и каких-то праздников, таких как День рождения Будды, цветение сакуры, и многое-многое другое. Далее идет лето. Лето – это у нас пляжный сезон. Корея – страна, к сожалению, не пляжная. У нас действует, скажем так, пляжный режим, пляжный сезон аккурат с 1 июля и до примерно конца, скажем так, сентября. то есть примерно 2,5-3 месяца. Но в целом этого достаточно, чтобы поплавать, покататься на кайте, на серфинге, на много-много-много чем. Попробовать, грубо говоря, какие-то из... так, нестабильные подключения. Какие-то, например, вещи, такие как сезонные блюда из борьбородуктов и много-многое другое. То есть осень – это у нас соответствуемое цветение кленов, танкунов, как их и в Японии называют. Это и посещение, например, отдаленных деревень, участие в танцах в масках Ахвэй и Эндон. Вот то, что выложила Юля, вот этот вот кленный модерн, потом вот осенние программы, где изображены танцы в масках, это как раз и есть вот эти фестивальные, скажем так, программы, посвященные танцам в масках в отдаленных деревьях. И зима – это катание на горных лыжах, посещение спа-комплексов, каких-то термальных, горячих источников, искусственных и природных, ну и тому подобное. Транспорт. Я скажу кратко, транспорт в Корее очень комфортный. В данный момент я, к сожалению, отвечаю только до Красноярска, то есть все, что у Восточной Иркутск, это уже не моя, скажем так, деятельность. Раньше полетная программа была следующая. Аэрофлот летал круглый год с понедельника по воскресенье. Раз в сутки и на лето, и чуть-чуть осень он брал еще второй рейс, получалось 14 рейсов в неделю. Корей-инэр он летал 5 дней в неделю и плюс 2 на протяжении лета. Если мы говорим по, скажем так, по Сибири, то у нас самый крупный город это Новосибирск, там это и Сайвен Эрлайнс, это полеты были в вторник, в четверг и, по-моему, в субботу либо в воскресенье. Из Петербурга, к сожалению, только сезонный Корей-инэр он летал в вторник, в четверг, в пятницу, в субботу и в воскресенье. Ну, также огромное количество рейсов, в принципе, есть на протяжении года через, например, Казахстан, Узбекистан и даже был такой, который летал, вернее, собирались везти такой, который летал в Пусан. Он должен был быть как Москва, потом Хельсинки и Пусан. Так что надеемся, что все это не отменится и в будущем еще появится. Мы называем шутку Корею центром транзитного туризма, потому что многие, скажем так, туристы не собираются брать Корею на полный, например, на полный свой отпуск и говорят, что хотят, например, разделить Корею между несколькими странами. Это очень удобно делать, если вы летите, например, из Москвы, вообще из любого города России. Через Сеул удобно делать стоповар туризм, например, в Японию. Если сейчас на Джалл Аэрлайнс и Аэрофлоте доступны только прямые перелеты в Токио и в Усаку, то через Сеул на Корея вам доступно до 15 городов по всей территории Японии. Очень удобно делать. Сами же корейцы отправляются транзитом, например, на Филиппины, в Гонконг, в Тайвей и отправляются в страны и города Австралии, Новозеландии, Южной и Северной Америки. Если у вас, скажем так, небольшие стоповары, вы остановились в Сеуле, например, до 9 часов, вы спокойно можете сесть на Ситибас либо на, скажем так, туристические автобусы и отправиться по территории либо Инчона, посетив остров Конхвадо или местный Чайна Таун, либо отправиться на полноценную транзитную экскурсию в Сеул. Если все это заранее сделать, никаких проблем, места в автобусе хватает. Если все-таки больше, уже можно задумываться о том, чтобы посетить, скажем так, отправиться в отель. И раньше была такая программа, если вы летите в Корее Нейр, бизнес-класс, вам на случай стоповара предлагается проживание в Оссиднесс, по-моему. Теперь, далее. Путешествия по стране. Это основные виды, скажем так, путешествий. В первую очередь, это аэропорт. Главный аэропорт считается Инчон. Инчон – это главный аэропорт и в большинстве случаев, наверное, до 90% это все туристы или просто путешествующих по странам прилетают именно туда. За ним идет аэропорт Кимпо, это 20 минут езды на автобусе или на машине. Это аэропорт, обслуживающий внутренние линии и, как правило, его используют для того, чтобы забраться до любого города Южной Кореи либо отправиться на остров Чеджу. Это некая пляжного туризма, город, ой, остров наследия ЮНЕСКО природный. Собственно, есть еще аэропорт Кимпхэ, это аэропорт города Пусана, самый крупный, то есть, вот это, наверное, три самых основных аэропорта, которые будут вообще использоваться туристами для путешествия по стране. Чтобы путешествовать по стране с комфортом и быстрым, можно использовать так называемые скоростные поездки ITX Кореи, то есть Korean Train Express. Вам уже Юля рассказала про путешествия на Сингкансенах, на скоростных поездах Японии. Вот в Корее есть своя система Korean Train Express, можно купить себе отдельный билет, например, до Пусана, это будет не очень выгодно, стоить, это будет примерно 60 тысяч вон или 60 долларов. В Корее такой курс валют, то есть 1 доллар это примерно 1000 вон. Но если взять, например, Corel Pass, так называемый, вам будет он стоить на 3 дня 138 тысяч вон, то есть 138 долларов на 5 дней, 210. на ребенка соответственно в 2 дешевле, групповой дешевле в 10 долларов. Это очень удобно, если вы собираетесь трататься по всей Корее в течение 5 дней и, скажем так, посетить какие-то определенные места, то есть не только, например, в Сеул или, например, не только в Усан. Купить его в никаких проблем, можно купить через туроператор, можно купить самостоятельно, можно купить уже по прилету в Корее и пользоваться им очень удобно. Не действует он только в метро и на скоростных поездах СРТ и определенном виде туристических поездов. Но эта проблема тоже решается. На этом скоростном поезде можно добраться из Сеула, как я сказал, в Кусанск, крейсерская скорость почти 350 км в час, ехать 2,5 часа всего, то есть 800 км преодолевается фактически очень быстро. Второе направление это Мокпо, если захотелось, например, отправиться на юго-запад, это Куванчжоу, столица чая, скажем так, зеленого корейского. И есть еще третье направление это Сеул и здесь провинция Канвандоу, это в первую очередь Каннын, Сокчо и Пянчан. Этот маршрут сделан что-то вроде как у нас, например, был поезд Адлер Красная Поляна, чтобы добираться в первую очередь до горнолыжных курортов, но систему сохранили, развили, и теперь за час 17 можно спокойно преодолеть 280 км и, скажем так, попасть из Сеула на горнолыжный курорт. Так, далее. Если нет желания ездить на скоростных, скажем так, электропоездах, хочется где-то остановиться, где-то выйти, размяться, ну и просто посмотреть, что за окном происходит, ваше распоряжение могут поступить международные, ой, междугородние рейсовые автобусы, на них очень легко добавляться, первое свое путешествие по Кореи я совершил именно на таком, до Пянчана я добрался за 2,5 часа, было очень комфортно, автобусы большие, нередко двухэтажные, собственного производства, внутри вместо, скажем так, лавочек и там подобных там именно кресла такие, которые напоминают больше кресла, которые у нас дома ставятся, очень комфортно, ничего не болит, несколько остановок, спокойно можно путешествовать. Ну и для отчаявшихся любителей, скажем так, побродить в одиночестве либо изучить самостоятельно все, независимо от туристических программах, это, скажем так, схема метрополитена в Южной Корее, он, по-моему, в полтора раза больше, чем метрополитен в самом большом городе Лондоне, по-моему, там то ли 360 станций против 270 в Лондоне. Едет он прям от аэропорта Янчон, то есть когда меня спрашивают, как добраться, например, за Янчонок, на чем лучше, я говорю, на любом такси, автобус, поезд, ТТС, если вы едете дальше метро, то есть, в принципе, ходить по метро, даже самостоятельно не зная корейского языка, очень просто, практически все дублируется на английском языке. Так, теперь, где остановиться? В этом плане Корея и уникальна, и не уникальна. Скажем так, в Корее есть свои собственные цепочки отелей, вестхаусов, и есть мировые лидеры, такие, интеркодинеталь, Hilton, O'Seasons, и много-много другое, об этом я даже, по-моему, рассказывал в прошлый раз, когда рассказывал про wellness. Чем же Корея отличается в данном случае именно по проживанию? Первое, это temple stay, его можно как разновидность wellness считать. Temple, соответственно, храм stay оставаться. Temple stay, это возможность провести пару часов или пару дней вместо отеля именно в качестве монаха, то есть, познать буддийскую культуру, попробовать храмовую пищу, облачиться в буддийскую току, как я уже сказал, здесь программа минимум на пару часов, чтобы приехать. это сделать 108 поклонов в будде, сделать себе четки из 108 гусен, это попробовать храмовую еду, погулять по окрестностям, купить пару сувениров, а потом прыгнуть в автобус, в машину и поехать дальше по туристическому маршруту. Коллеги, я хоть не заговариваюсь, а то, может быть, я говорю, а меня не слышно. Соответственно, либо можно отправиться уже на, скажем так, большую, скажем так, на большое проживание, то есть несколько дней, это, как правило, 2-3 дня, вместо отеля, то здесь вам уже выдадут полноценную буддийскую току, облачитесь в одежду в одеянии монахов и будете уже заниматься непосредственно какими-то буддийскими, скажем так, делами и вещами, то есть чтение сутр и многое-многое другое. Ханок стей, следующее средство размещения, это ханок стей. Ханок – это традиционный корейский дом. У него два отличия, вернее, две его особенности. Первое – это его черепичная крыша, вот эта вот, которая выжигается в огромных длинных печах, вот этих вот, которые в землю устраиваются. А второе – это их традиционная технология ондоль. В Корее нет, даже в крупных таких вот, этих вот, больших зданиях, тем более сейчас, нет центрального отопления. Все делается через технологию ондоль, обшедшуюся старины. Это получается так, у вас, скажем так, в доме стоит большая печь, под полом от нее идут трубы, и вы ее топите либо углем, либо, соответственно, дровами. Чем больше дров вы закидываете, тем, соответственно, теплее. Именно поэтому самое теплое место в корейском доме – это пол. Поэтому в корейском доме нередко отсутствует кровать. Не потому, что места, например, мало и некуда ее поставить, а иногда просто потому, что она не нужна. Сейчас же все это делают с электрическим бойлером. То есть просто подкрутил чуть сильнее и сделал себе пол потеплее. И последний вариант – это Чингельбан. Это буквально процесс лечения болезни. Это вот такой чистый wellness. Я, когда в прошлый раз про wellness рассказывал, я упоминал Dragon Hill Spa так называемый. Это именно отель, в котором встроен именно и Чингельбан, и возможность лечения женьшеня, то есть вот эти женьшеневые ванны, женьшеневые обертывания, которые делаются. То есть это чистый wellness. То есть есть возможность, грубо говоря, пожить в традиционной корейской сауне, но с всеми вытекающими возможностями, то есть комфортного развивающего чинения. Далее. Что поесть в Корее? Скажем так, это она обладает достаточно специфической корейской кухней. Называется она ханщик. Ханщик – это, соответственно, из двух иероглифов. Хан и щик, то есть корейская еда, грубо говоря. Развивалась достаточно долго, но сохранила в себе, скажем так, трех китов. Трех китов – это в первую очередь рис, это лапша любая, гречневая, пшеничная, яичная, рисовая, опять же, или разнообразные корейские закуски, так называемые ханчаны. Самый известный из них это, естественно, кимчи. Кимчи – это квашная капуста. Вот то, что у нас есть, например, корейская морковка, так называемая, которую говорят, корейская острая морковка. Это не совсем корейская острая морковка, это скорее узбекская острая морковка, когда корейцы переселялись по территории Советского Союза, не везде, и практически даже нам нигде, не рос китайский, и вот этот пекинский салат. Поэтому единственным вариантом было зачем-то заменить его. Так и появилась корейская морковка. В Корее вы, если попросите корейскую морковку, эту острую, перченую, вас не поймут. Что действительно традиционно, это именно кимчи. Это маринованная квашеная капуста, причем самое интересное, она в разных провинциях готовится вроде одинаково, но везде она квасится то ли по-разному, то ли просто имеет определенные оттенки вкуса. Но на этом, скажем так, корейская кухня не ограничивается. В первую очередь давайте обратим внимание на уличную еду. Это одна из особенностей в принципе Кореи как страны. ритм жизни в Южной Корее диктует свои, скажем так, особенности. В первую очередь корейский ритм жизни звучит как поли-поли, то есть быстро-быстро. Студентов это можно услышать от простых людей, от рабочих, менеджеров, это именно поли-поли. То есть все делается на бегу, все делается быстро, все ради семьи, карьеры, то есть на какие-то такие вещи времени нет. Когда стоит подготовить, как-то пожарить себе что-то, именно поэтому практически все корейцы завтракают дома, но они практически никогда не обедают и не ужинают дома со всей семьей либо с друзьями. Они либо в обед идут с коллегами, либо в школе, куда-то в школьную столовую, либо в ресторан, либо в какие-то корейские забегалки, вечером уже идут в различные залы, бары, бары для того, чтобы провести время либо с друзьями, с коллегами, либо если, скажем так, сказал босс, пойдемте тусить, боссу отказывать в Корее невежливо. Иерархия, так скажем, диктует свои особенности. Поэтому сложился уникальный такой, скажем так, пульт еды, именно уличный и уникальная особенность в том, что поесть на улице иногда намного дешевле, чем поесть или, вернее, купить ингредиенты и приготовить то же самое дома. То есть, поэтому в Корее правило едят именно на улице. Причем это разная еда, это итог, который на картинке нарисован, такой рисевый хлебец с начинкой, он может быть мясной, с острой начинкой, с какой-нибудь вкусной, сладкой, многое-многое другое. Уличная еда в Корее очень разнообразна. Это не могло не породить, скажем так, такое явление как астрономический туризм. Как я уже выразился, Корея страна очень-очень маленькая, особенно относительно соседа той же Японии или Китая. Корея страна очень маленькая, но тем не менее каждое провинство готово предложить своему жителю или своему туристу какой-то скажем так удивительный гастрономический язык. Если мы берем Сеул, это как правило кухня фьюжен, здесь можно попробовать любую кухню мира, любое, скажем так, любое блюдо корейской кухни в зависимости от ингредиентов, звездочности, то есть от самой простой кухни до лакшери, то есть такие, допустим, рестораны с обитами шлема. Усан это родина рынка чергальчи, вот этого пятиэтажного рынка рыбного, который больше похож на аквариум, в котором вы можете попробовать любую еду именно с одной морского, то есть в жареном виде, в пареном виде, фритюр, сырой, купить домой, дома приготовить, то есть это именно мекка для любителей морских гадов. Если мы берем канвандо, это как правило рыбные рынки какие-то известные, либо соленые рецепты из соленой рыбы. Если мы берем уже чержу остров, то здесь это либо известные мандарины с острова чержу, это шоколад с мандаринами чержу и мясо из черного кабана, как правило, приготовленное в барбекю. Вот в принципе то, о чем я говорил, это скажем так рестораны. Это не все рестораны, конечно же, больше, есть у меня полноценный такой гайд красный по звездам Michelin. Именно он посвящен всем ресторанам, которые имеют звезды Michelin, причем не всегда одну, иногда даже по две, иногда по три. Если интересно, у нас на сайте все это есть. И в противовес Michelin, это еда на любой вкус. То есть попробовать Корею, вернее, в Корее какой-то свой вариант Макдональдса, Буртер Кинга, KFC всегда можно, причем они даже иногда будут отличаться от того, что продается у нас в России. Но, как говорится, зачем? Теперь, собственно, шоппинг в Корее. Сеул выбран одним из лучших городов для шоппинга. В чем это, в принципе, выражается в Корее? Можно, в принципе, купить, наверное, все, что угодно. От каких-то сувениров для своих друзей, родных, деревянных ложечек, каких-то приправ, до просто произведений искусства и каких-то дизайнерских, например, элементов одежды. То есть в Корее это рай для шоппинга. В первую очередь хотелось бы выделить город моды Тон-де-мун, который, наверное, расположен сверху. Это британское сооружение, напоминающее, вернее, это архитектурное сооружение, напоминающее каплю голов, придумано и разработано британским архитектором иранского происхождения в Завках Хадид. Здесь можно купить практически все. Здесь можно купить еду, одежду, купить себе машину, какое-то произведение искусства, принять участие в каком-то фестивале. Здесь регулярно проходит Mercedes-Benz Fashion Week, Hankook Fashion Week и многое-многое другое. Далее мы перемещаемся на улицу Миндон, это слева картинка. Это улица, я вот ее называю улица косметики, то есть здесь в принципе незачем сюда приходить, чтобы покупать что-то кроме косметики, консилеры, хайлайтеры, женщины, я думаю, поймут, что-то для мейкапа, какие-то крема улиточные, то есть и много-много-многое другое, это вот все сюда. Здесь наверное до сотни магазинов, причем работает это все по принципу не как у нас например купил, просто то купил, это, а именно что здесь постоянно идет конкуренция, в том числе и за российского потребителя, иначе как объяснить, что многие продавцы уже знают русский язык, здесь можно купить например улиточный крем 2 плюс 2, 1 плюс 1, 3 плюс 3, 6 плюс 6, получить скидку на второй товар к первому, получить второй товар бесплатный, многое-многое-многое другое, это именно рынок Нандыбун или например улица Коросу-Кель это уже такие места как короб Мода Тандыбун, но они чуть поменьше, здесь также можно купить все, что душе угодно, противовес им идет улица Инсадон, ее к сожалению здесь нет на картинке, но это такая улица больше, это не совсем улица, это скорее рынок, просто у нас он как улица Инсадон, здесь можно купить наверное все, что угодно именно в плане корейского традиционного искусства, корейских традиционных сувениров, то есть если хочется привезти что-то именно традиционное корейское, палочки, магнитики, традиционный алкоголь и много-много другое, это сюда. Ну и теперь наверное можно пробежаться по городам, я такую сделал вводную часть, в первую очередь это поговорим наверное о Сеуле, Сеул это город метрополия, огромный город, почти уже наверное 12 миллионов населения, если взять еще провинцию Кенбидо, составит практически половину населения всей Южной Кореи. В первую очередь что здесь делать? Сразу практически после прилета и приезда в Сеул вы отправляетесь например во дворец Кенбокун. Дворец Кенбокун это один из пяти дворцов династии Ли эпохи Чусон, здесь проходят различные фестивали, смена караула, можно просто погулять, поглазеть по окрестностям, посмотреть на архитектуру, которая уже больше 600-700 лет, многое другое. лучше всего его конечно посещать так, как нарисовано на картинке, то есть взять на прокат примерно за 12 долларов традиционный наряд Ханбок, который изображен на картинке, это традиционный Ханбок для стражников и воинов, Ханбок для других, скажем так, представителей корейского общества, то есть для вельмож, для ванов, для королей, либо для женщин, он немножко другой, но тем не менее, если вы возьмете например себе на прокат Ханбок, вам посещение Ханбок бесплатно. Это особенно интересно, когда у вас попадаются еще рядом с вами группы с китайцами, они только, как правило, не брезгуют, всегда берут те в большом количестве Ханбоки и ощущение, что вы попадаете в какое-то, знаете, в средневековье, то есть средневековый такой традиционный храм или дворец. Единственное, что вы дает, что вы не, скажем так, не в том времени, это затвор автоаппаратов, мобильники и кроссовки Nike или Adidas. В противовес к двору Кенбукуну идет торговый центр Lotte World Tower. Здесь 123 этажа, 555 метров, внутри которого можно найти все, что угодно практически. Самые нижние этажи это шоппинг. Чистый шоппинг, здесь можно купить практически все, что угодно. Если отъехать от Lotte World Tower совсем чуть-чуть, вы уже попадете в самый большой корейкий парк аттракционов Lotte World. Если же наоборот подняться на лифте, по-моему, после 30-го этажа, после 40-го начинается уже отель, здесь можно заказать практически любой номер, то есть от, скажем так, эконома, стандарта до президентского люкса, который стоит, по-моему, 12 тысяч долларов. Я точно не помню. И самый верх это уже различные сувенирные магазины, это обзорные площадки, в том числе есть возможность посмотреть силу, как на ладони, стоя при этом на стеклянном полу. Первый раз был достаточно страшным. Из торгового центра Lotte World можно переехать в храм Панинса, это буддийский храм, он с небольшими реставрациями посуществовал уже 1200 лет, здесь как раз можно проводить программу Temple Stay. Из храма Панинса можно отправиться в парк Намсан, это обширный парк с зеленой территорией, он такой горный, достаточно гористый, то есть чтобы подняться на самый верх, нужно приложить усилия, либо сесть на автобус, такси, и мне наверху вас будет ждать огромная башня, так называемая Нанс Ван Тауэр, она горит всеми красками, всеми огнями, здесь же можно купить какие-то традиционные корейские сувениры. Если не брать, скажем так, обзорные вышки, можно отправиться в фольклорную деревню в Кунчонок. Это настоящий жилой район, где можно попробовать программу Ханокстей, который уже говорил, заняться различными мастер-классами типа стрельбы из лука, приготовления традиционной еды и чая, и в целом пожить в домах, в домах которых с минимальными реставрациями уже, можно сказать, что им по 600 лет. Из Сеула, мы перемещаемся в Кунчонок и в Кунгидо, вернее, скорее всего, будет всегда наоборот, потому что когда говорят, что мы прилетаем в Москву, в Сеулу, и в Новосибирск-Сеул, вы прилетаете, как правило, в Москву, в Инчон, потому что Инчон это не Сеул, как в Домодедово или Шереметьевне Москва. Это, в первую очередь, именно здесь находится главный аэропорт Южной Кореи, что по туристическим достопримечательностям. В первую очередь, это фольклорная деревня в Юнине, ее здесь нет на картинке. Здесь, скажем так, воссоздана полноценная деревня эпохи Чусон, разнообразной экспозиции и увлекательной мастер-класса. Оттуда можно переместиться в бизнес-центр, в бизнес-район Сон-Дом, это который в правом нижнем углу. Это, что было бы из Москва-Сити разросся до полноценного города. Здесь большое количество различных площадок, в том числе для майс-выставок и различных, скажем так, конференций и тому подобных вещей. Если это все неинтересно, можно отправиться в парк развлечений Эверленд. В парк развлечений Эверленд я уже в прошлом вебинаре использовал, в рамках термальных источников и спа-комплексов. В первую очередь мы, конечно, известны тем, что это самый большой наверное в Азии, может быть только, наверное даже в Азии, это самый большой развлекательный центр. Здесь шесть зон, это, как я уже говорил, аквапарк Риббенбей, это зоотопия, которая просто огромнейший наверное зоопарк, где есть даже красные-красные и белые, бело-черные панды. И много-много другое. Ну и соответственно еще парки аттракционные. Каждый день практически либо в праздники все это заканчивается огромными салютами и карнавалами. И последнее, наверное, это крепость с хвостом в Субоне. Это такая мини-китайская стена. Она занесена в список культурных объектов ЮНЕСКО. длина 6 километров. Далее перемещаемся в Пусан. Он в первую очередь актуален для летнего времени года, во-первых, потому что это своего рода для и корейцев, и туристов, это пляжная и тусовочная мека. В первую очередь она известна за пляжи Хеонде и пляж Хауналип. Именно на пляже Хеонде, вернее, вблизи его располагается тот самый рыбный ресторан Чагачи, о котором я уже упоминал. Здесь люди катаются, плавают, отдыхают, загорают, но, как я уже говорил, всего лишь на протяжении трех месяцев. Если пляжик это не наше, можно отправиться в культурную деревню Камчон. Она была основана во второй половине 50-х годов, когда беженцы от Корейской войны построили здесь домово-подножий горы, образовав такую ступенчатую деревню. Примечательно, что все они еще выкоржены в разные такие яркие цвета. Получается такой эффект Дега. Дальше можно отправиться в храм Хэдон Йонгунсай, это храм водного дракона. В отличие от других буддийских храмов, он располагается не в горах либо на равнине, либо в городе, он располагается на скалистом берегу. Можно заняться программой Temple Stay под раскаток шум волн. Далее, это провинция Канвандо. Канвандо, в первую очередь, известна тем, что она была очень бедной провинцией до проведения зимних Олимпийских игр в 2018-го года в Пенчане. В первую очередь, она известна тем, что это огромная территория, которая усеяна парками, туристическими парками природными. Это такими, как остров Номенсон, маленький остров в форме полумесяца, появится результат постройки дамбы. Это национальные парки Сураксан, которые являются своеобразным таким магнитом для любителей хайкинга, потому что в Корее один из самых национальных фотоспортов это хайкинг. Горы огромные, подниматься одно удовольствие, то есть особенно с гидом важно, особенно если это делать еще например осенью во время светения клёнов, либо весной во время светения вишни. И пляж Чон Дон Джин, это верхняя картинка, морской пляж так называемый, он по-моему даже входит в какую-то книгу рекордов, скажем так, что он очень близко, пляжная зона располагается по железной дороге. Последняя станция заканчивается в районе непосредственно пляжа Чон Дон Джин, двигается по-моему от Хан Ина, и в конце это будет так, пляжа будет огромная скала, на которой располагается четырехзвездочный отель Сан Круз Резорт в виде огромной яхты, как будто ее волной туда забросило. Далее остров Чеджу, Чеджу это национальное достояние Южной Кореи, это скажем так, у нас список для нее ЮНЕСКО, и в принципе это мекка для пляжного туризма, для такого активного отдыха, и многое-многое другое. В первую очередь он известен за вулкан Халасан, это потухший вулкан в центре острова Чеджу. Здесь отправляются люди на хайкинг, на катание, на велосипедах, допустим, по острову, многое-многое другое. То есть список ЮНЕСКО он входит как биосферный заповедник. Далее это он в первую очередь известен тем, что сформировался в результате более чем пяти тысячелетней вулканической активности. И известен тем, что если встать в центр и дождаться например рассвета, то приходит такой очень интересный алый или даже багровый рассвет из-за вот этого наложения теней. Далее это лес Пиджарима, это мистический лес возраста деревьев, который достигает почти тысячи лет. В первую очередь я в прошлом рассказывал о лесотерапии, вот если что можно отправиться сюда. И пляж Хепче. Вообще на территории Южной Карины, на территории острова Чержа очень большое количество пляжей. Можно сказать он весь сам по большому счету по краям пляжа, но самое известное наверное это пляж Хепче либо Чонмун. Известен в первую очередь изумрудными водами и белым песком. Ну и далее это вещи, о которых я редко рассказываю, потому что как правило у нас люди едут либо Чеджу, либо Пусан, либо Сеул. Это в первую очередь такие города как Тегу, Ульсан или регион Кенсан-Нандо. В первую очередь это исторические регионы Кенжук. Есть даже интересная программа, я надеюсь папу потом добавят, называется Золотой треугольник это посещение Сеула, Пусана и региона Кенжук. В первую очередь это влезит тем, что когда-то это было столицей государственной села, то есть более тысячи лет назад. Здесь сосредоточены по-моему самые большие и самое большое скопление памятников буддизма это и город Супурам и обсерватории различные и буддистский большой храм Хулигурса и многое-многое другое. Мы иногда в шутку говорим о том, что куда не наступив, Кенжу везде уткнешься в ЮНЕСКО. Дальше это улица современной культуры в городе Тегу. В первую очередь она посвящена именно 80-м. То есть если хочется понять, что такое Корея 80-е, это тута. Исторические деревни Хохвей и Андон это деревни, в которых сохранился традиционный вклад жизни и Юля уже рассказывала о вот этих танцевальных скажем так. О деревне, где происходят танцы в масках это сюда. И последнее это национальный парк Халеха-Сан. Это национальный морской парк, стоящий из шести зон. Так. Далее. Это Кваджу и регион Чуланан-До. Ильичу Лапопту. В первую очередь она известна за плантацию зеленого чая Ханда. Вот. Наверное, будет для многих открытием, что Корея не является, скажем так, чайной страной. Она больше по части кофе. То есть в свое время, когда Корею завезли кофе, чай они практически перестали пить. На постоянном бытовом уровне. Но, тем не менее, сохранились некоторые плантации, в рамках которых находятся и мастер-классы, и сборы то есть какие-то определенные сорта и многое другое. То есть если хочется пробовать традиционный корейский зеленый чай, это фантацию Дао, Техан, уездик Кланжу. Далее, это национальный парк Нэджинсан, это парк с уникальными географическими особенностями. В первую очередь они именно горные такие. Далее, это традиционная деревня Чонжу, это правый нижний угол. В первую очередь связана тем, что огромная деревня с домами Ханок, программа, как я уже говорил, Ханок Стей, а также уникальная кухня в плане именно скорее даже не кухня. Это традиционный рисовый напиток алкогольный макали. Похоже то ли на тан, то ли на иран, то ли на слабое пиво, то ли на квас. И делается с различными добавками, вкусами, добавлением фруктов. Например, даже есть макали с добавлением мандаринов с острова Чеджу. И последний национальный парк Чересан. Это еще один горный парк Республики Корея. Ну и давайте, наверное, я уже подускорюсь. В первую очередь это Халю. Халю это традиционно корейская волна. В первую очередь для меня это то, как Корея, как культура распространяется по территории Кореи, Китая и даже нам. Выражается это в кей-поп, в кей-драмах. Я думаю, даже здесь среди участников этого вебинара найдется кто-нибудь, кто слушает либо кей-поп, либо смотрит Дорамы. И думаю, ни для кого это не будет секретом. Как это выражается именно в нашем туризме и, в частности, как мы это продвигаем? Это места съемок сериалов становятся популярными туристическими достопримечательностями. многие из этих домашних мест становятся что-то вроде парками, зонами отдыха и тому подобным явлениями. Ну и про wellness и медицинский туризм я уже рассказывал в прошлых днях. Давайте, наверное, я запущу ролик. Если у вас есть какие-то вопросы, если я вам еще не надоел, вы сможете их написать, а я потом прийду. Спасибо. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если у вас есть какие-то вопросы, давайте, наверное, сначала на вопросы отвечаем, у нас еще есть минут 20, а потом, я думаю, можно будет заняться непосредственно викториной уже. Вопросы можно писать прямо в чат. Ну или если вопросов нет, например, можете потом их задать по электронной почте, если какие-то возникнут. Я стараюсь оперативно отвечать, если кому-то не отвечаю вовремя, например. Тоже такое бывает, но стараюсь, по крайней мере, не забывать о них. По электронной почте можно задать не все возможные вопросы по Республике Кореи, потому как с ней работать, получить какие-то информационные материалы. Если вопросов пока нет, я готов начать с викторины. Если готовы дают викторину, можете поставить плюсики, я начну уже с Республики Кореи. Комфортный сезон, примерно как в Японии, это осень и весна. Осень – клёны, весна – сакура. Давайте сделаем так тогда. Раз пока вопросов нет, я думаю, они появятся, может быть, пока давайте, наверное, викторинам викторину. Правила простые. У меня будет три вопроса, которые я буду помечать в чате. И там будут три варианта ответа. А, B, A, B, C. То есть вам, соответственно, нужно будет выбрать просто один правильный ответ, прочитав вопрос в чате. Тот, кто первоответит, тот, соответственно, получит от меня приз, ну, уже после того, как я смогу вернуться в офис. Призы – это, скажем так, наш пакет с нашими раздаточными материалами и небольшая сувенирная продукция. Да, вроде нет. Небольшая сувенирная продукция и небольшая косметическая продукция, о которой я сегодня говорил. То есть это различные крема и там подобные вещи. Если готовы, то поставите плюсики, мы можем начинать. Да, кстати, коллеги, у меня на прошлом вебинаре уже участвовали три человека. Я думаю, они, зная, о ком я говорю, они, скажем так, они со мной уже связались. Коллеги, я, к сожалению, сразу скажу, вы не сможете участвовать в этом, потому что призы будут примерно такие же, как и в прошлый раз, которые я подготовил, но это будет не очень честно по отношению к людям, которые сейчас участвуют в первый раз. То есть вы в любом случае уже получите, и я вас, даже если вы ответите правильно и первым, я не буду вас учитывать. Это, по крайней мере, мне кажется, будет честно по отношению к новичкам. Давайте, я буду делать вот так, соответственно. Как только я закончу, например, я буду делать отбивку, что-то в этом роде, после нее я буду писать вопрос. Смотрите, повторяю еще раз, я пишу вопрос, в нем сразу три варианта ответа. Первый, поставивший правильный, ставьте только букву, не пишите полное название, только букву ответа, потому что будут и ошибки, и время потеряете, и многое такое. Первый вопрос. Так. Так, ну, похоже, первая была Алена Кедярова. Поздравляю. Потом напишите мне на мою почту. Так, коллеги, прошу не писать больше пока. Делаю отбивку для следующего вопроса. Следующий вопрос. Так, на целом видно уже ответ правильный. Марина Романова. Поздравляю. Так же не забывайте мне написать на почту. Так, ну и, наверное, последний получается у нас. Так, ну и, наверное, последний вопрос. Все. Лиза, поздравляю. Правильный ответ ваш. Я на всякий случай продублирую еще раз мою электронную почту. Те, кого я сегодня назвал, пожалуйста, со мной свяжитесь. И, наверное, в июне я смогу уже отправить вам. Если есть какие-то вопросы, я готов еще минут пять посидеть. Если нет, то, наверное, тогда будем уже прощаться. Ну, или, по крайней мере, вы сможете мне написать на мою электронную почту, которую я отправил. По части каких-то материалов и тому подобных вещей. Коллеги, большое спасибо. Большое спасибо команде и руководству. Команде туроператора ПАК-групп. Было очень приятно участвовать в ваших вебинарах. Надеюсь, участвуем еще немного когда-нибудь. Но, в целом, большое спасибо. Поражаю от лица НТК. Ссылку на запись можно? Это уже к ПАКу. На Ютубе, по-моему, все будет. Спасибо большое. Спасибо.